Ну что ж, а теперь поехали разбирать! Снимается со шпинделя Это уже перебор Ну что ж, будем подводить итог Мастерство проклятывает там, где гениальность не очень плотна Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Обзор Электроинструментов И с вами Николай Дотошный И сегодня у меня на обзоре ветка-измельчитель от торговой марки Vittles Модель ZS2240 Ну и конечно же я буду его тестировать и разбирать, смотреть что внутри Пробежимся быстро по характеристикам Указанная мощность в данном шрайдере 2200 Вт Количество оборотов 3900 оборотов в минуту И максимальная толщина веток это 40 мм Вес данного измельчителя 15 кг И гарантию Vittles дает 36 месяцев В комплектацию данного шрайдера входят это ключи для сборки Сумка-мешок для отработанных веток И также в комплекте идет толкатель веток, который фиксируется на корпус самого ветка-измельчителя А теперь расскажу тем людям, кто покупает данный ветка-измельчитель в интернете Но и нет возможности подержать его в руках С двух сторон на корпусе ветка-измельчителя есть специальные крючки, куда можно вешать сумочку Сетевой кабель в данном ветка-измельчителе идет короткий Длина его полметра Друзья, это сделано по технике безопасности Если что-то случается, то всегда вилка была под рукой Кстати, провод идет гибкий и мягкий И с сечением 2 на 1,5 мм квадратных Также на корпусе есть быстрый доступ к щеткам И с обратной стороны точно такая же заглушка На входе в бункер установлена резиновая вставка И сам по себе ветка-измельчителя хоть и шатается, но кстати он стоит устойчиво Куда бы я его ни пихал, он не падает В задней части корпуса ветка-измельчителя стоит винт для ревизии Открутив этот винт, мы добираемся непосредственно к ножам Кстати, когда открывается лоток для загрузки, здесь стоит микрик И двигатель ни в коем случае не включится, если мы здесь будем что-то чистить Снимать ножи или проводить ревизию Мы здесь на входе видим специальный металлический диффузор И видно, что на барабане есть два ножа Кстати, ножи эти съемные и двухсторонние И видно, что на каждом есть серийный номер Кстати, еще на самом барабане также есть вырезы, которые тоже улавливают ветки Субтитры делал DimaTorzok В общем, наломал веток разных и сухих и мокрых Погнали тестировать Ну что ж, будем тестировать Начнем сначала с более тонких веток, 15-20 мм Кстати, друзья, можно устанавливать ведро Высота данного ветка измельчительно в сложенном состоянии 96 см Кстати, как вы услышали, данный веткоизмельчитель имеет плавный пуск ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше чем 40, точно сюда не влезет Так, что у нас там получилось? А, получилась у нас вот какая красота Так, сейчас уже веточки пойдут потолще ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 38 мм, самое толще, что у меня есть Но есть еще 42, но в это отверстие оно уже не влезет Я переборщил немного 42, уже видно, что сюда не помещается Ну, это уже, конечно же, что такое бревно, это уже перебор. Так, друзья, видите, у меня здесь попался сук, и вот эта ветка уже не влазит сюда. Но за этими моментами вообще-то нужно следить, чтобы не было никаких больших суклов, и чтобы не было никаких больших ответвлений. Смотрите, насколько идеально, ровно и гладко ножи, прям как лезвие. Этот ветка-измельчитель измельчает также и сухие, и мокрые. Вот только что перед этим я измельчал сухое. И вот что у нас получилось. Полное ведро переработанных веток. Ну что ж, а теперь поехали разбирать. Щетки у нас идут номерные с номером MH907, и размер этих щеток составляет 17 на 6 миллиметров. Металлический диффузор, который направляет веткой, зафиксирован надежно на 8 саморезах. Так, добрался я до кнопки. Видите, как я и говорил, здесь идут два контакта на микрик. Если открыт ветка-измельчитель, двигатель никогда не включится в технику безопасности. Так, покажу вблизи. Здесь стоит радиатор охлаждения. Плюс видно, что стоит фильтр, который гасит помехи на сеть. Здесь конденсатор на 220 микрофора стоит. Плавный пуск, кстати, качественный от Jogs и 30-амперный. Добраться до двигателя нужно открутить здесь 9 винтов. Отделить вот эту часть корпуса. Также ее открутить. И тут еще снизу есть два винтика. Их тоже нужно открутить. И вот так сюда вперед извлекается двигатель. Кстати, в двигателе идет ременная передача. Так, друзья, видно на катушке статор стоит датчик перегрева. Если двигатель катушки перегревается, двигатель выключается. И плюс реально видно, что провод идет толстого сечения. Все пролачено. Может кому-то придется разбирать. Здесь на винте стоит обычная резьба. Откручивается против часовой стрелки. Сам барабан, нож фиксируется на квадрат. Вам его никогда не провернет. Квадрат этот тоже снимается со шпинделя. И на шпинделе есть специальные свинцы. Как видите, все идет на подшипниках. Шпиндель выдавливается из посадочного места. Подшипника. Подшипник, кстати, идет хороший. От торговой марки Аудо. Такие подшипники ставят в метапу. И под номером 6003. Так, друзья, как видите, в этом двигателе стоит ременная передача. Это огромный плюс. Ушатать этот двигатель будет тяжело. Плюс в будущем можно будет заменить сам ремень. Ремень идет под номером 10PJ375. И, как видите, здесь стоит ремень реально очень широкий. Этот ремень имеет 9 рычьев. И также, как вы видите, обратная сторона шпинделя тоже стоит на подшипнике. Подшипник также стоит Аудо и под номером 629. На самом движке стоит подшипник под номером 6201. И от фирмы THL. Кстати, очень понравился подход Витлса, что есть рычаг для натяжки данного ремня. Вот, пожалуйста, ремень снял. И легко можно будет его заменить. Якорь возле коллекторной части идет хорошенько пролачен. Залит компаундом. Претензий к этому моменту нет. Подшипник в задней части якоря стоит под номером 627. И от торговой марки Аудо. Катушки статора реально претензий нет. Все пролачено. Витки не люфтят. И витки реально толстые. Но перегреть такой двигатель реально будет сложно. Ну что ж, будем подводить итог. Уже не первый раз говорю, что Витлс меня реально удивляет. И этот виткоизмельчитель реально сделан на высшем уровне. Все идет на подшипниках. Стоит датчик перегрева. Ременная передача. И в будущем можно будет все заменить. Можно смело покупать и не бояться. Ну а если тебе понравился обзор, обязательно ставь лайк. Подписывайся на канал. А то пропустишь много чего интересного.